Первополосная тема и готовность объектов к началу нового учебного года. Это подтверждает и рабочий объезд главы города Сергей Бердникова, в ходе которого он проинспектировал детскую художественную школу в 133 микрорайоне, школу искусственного Рашилова. Но объектом наиболее пристального внимания стала новая школа в 144 микрорайоне, которая должна распахнуть свои двери 1 сентября для 850 школьников. Успеют ли подрядчики? Репортаж Игоря Гурьянова. Кадром, который вы сейчас видите на своих экранах, ровно год. Мы снимали этот репортаж 6 сентября 2017. Решение о строительстве новой школы было принято чуть раньше, в начале августа. Необходимость новой школе на юге Магнитогорска, причем острая, назрела десятилетиями раньше. Когда закладывались и строились южные микрорайоны, в частности 144-й, так называемая комплексная застройка, когда вместе с жильем возводятся магазины, детские сады и школы, только предусматривалась. Первоочередной задачей было поселить достойное жилье людей. А школу как-нибудь потом построим. Потом наступило быстро новые районы эпицентр демографического взрыва. Именно этот факт лег в основу решения возвести школу в рекордно короткие сроки за один год. С одобрения губернатора области Бориса Дубровского школа должна быть не только самой новой, но и самой современной с точки зрения и образовательной инфраструктуры, и по техническому оснащению. График очень и очень сжат. Наша задача к сентябрю следующего года, в общем-то, запустить эту школу. Заявленным планом и проектом исполнился ровно год. И вот глава Магнитогорска Сергей Берников вновь на стратегическом объекте. Заметим, в ходе рабочих инспекций глава здесь бывал далеко не единожды. По сравнению с котлованом впечатляет, конечно. Современная отделка фасадов, небывалая по уровню оснащения прилегающая территория. На полянах с черноземом угадываются даже будущие газоны. Глава резонно замечает, что плюсами еще насытимся. Дедлайн приближается неумолимо, недочетов масса, поэтому подрядчику не остается ничего другого, как соглашаться с резонными замечаниями главы, временами оправдываясь. Я бы понимал, я же никого не вижу. На данный момент настройки нет электричества, поэтому мы все стоим. Какое тебе тут электричество нужно? Отключили час назад. Зачем тебе сейчас электричество? Здесь-то я не пойму. После осмотра территории представительная делегация отправилась внутрь. Бассейн красавец, правда пока без воды. Впечатляют даже холлы, светло, просторно, чисто. Там, где уже закончились монтажные работы. Но чаще и изнутри, и снаружи строительно-авральный яролаж. Здесь красим, здесь стучим, здесь подравниваем. Осталось два дня, и любая работа в таком графике первая очередная. А без претензий, на которые обратили внимание журналисты, не обходится ни одна стройка, заметил глава. В школу построили за ударные сроки год. Так очень редко строят. Замечания в адрес подрядчика, они, конечно, всегда есть. Если бы их не было, то и школы бы не было. Вот когда все запустим, сделаем, вот тогда мы им скажем спасибо. Пока замечаний много, пока замечания будем устранять. 1 сентября, как было обещано, дети наши в школу пойдут. Игорь Гурьянов, Латнобеев, телекомпания ТВН.